Приветствую вас, Анна. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. И лично мне показалось, что вот как-то всю свою жизнь вы бежите куда-то, куда-то бежите, 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 бежите. Вот, по крайней мере такое у меня впечатление сложилось. Вот, во время вы живёте для кого-то. Вот, кто вы живёте, как мне говорят, для своего сына. Так вот, как-то изначально было. Вот, кто вы живёте, жили точнее, наверное, для своего мужа. Как я думаю, но это не точно и тут нужно смотреть, то есть, ну, как можно исследовать этот момент. Там, что есть, ну, есть, есть различные нюансы. Вот, раньше вы, вероятно, жили для своих родителей, потому что возле вашего вопроса присутствует главное. В вашем вопросе присутствует тотальное бегство и неосознанность. Вот, как будто бы вы боитесь становиться и посмотреть немножко, вот, ну, как-то, знаете, не знаю, повнимательнее, что ли, на то, что, собственно, вообще с вами, например, происходит. Вот, о чём я конкретно говорить, сейчас постараюсь, сейчас постараюсь пояснить. Итак, начнём. Встречались с молодым человеком 7 месяцев, ему 36, заядлых, холостяк, близнецы. Для чего вы написали знак зодиака психологу? Я, честно говоря, не очень понял. Зачем? Зачем знак зодиака психологу? То есть, как бы, ну, для чего? Для чего знак зодиака психологу? Я хотел бы узнать. Вот, это первый момент. Второй, второй момент. Что общего называемый молодым человеком? Как вы выстраивали, собственно говоря, с ним отношения? То есть, ну, общего вот называемого, общего называемого что? Ну, вот. Что между вами общего называемый и мужчины? Вот. Вы же встречали, значит, ну, вы как-то, наверное, на чём-то сошлись. Вот. Вот. Как бы. Вот. Попробуем. Посмотреть. Что между вами общего? Вот. Это один из... первых моментов. Следующее. Что вы чувствуете к человеку, ну то есть конкретно какие у вас к человеку чувства, чего вам хочется по отношению к нему. Это очень важный момент на самом деле, как мне видится, это важный момент, но вы этому не уделяете внимания, опять же, как мне видится. Ну, возникает вопрос, почему? Да, возникает вопрос, насколько вы, собственно, осознаете, то, что вы чувствуете по отношению к мужчине, вот, осознаете ли вы то, что чувствуете к мужчине, вот. Понимаете, да, какой здесь аспект есть. Дальше. Следующее. Вы пишите ему 36 лет, он заядлый холостяк. Вы думаете, как я понял, что мужчина, заядлый холостяк, заядлый холостяк с вами решит перестать быть холостяком. Так получается? Или как? А почему, почему, почему так, с чего бы, вот, с чего бы мужчине переставать быть холостяком, особенно если 7 месяцев вы с ним встречались на условиях, которые, ну, в общем и целом, ему были выгодны, ему были интересны, которые его устраивали, я так понимаю и, ну, как бы, вот, всё ему нравилось, в этом смысле. Так почему что-то меняться-то должно? Естественно. У меня сын, поздравил. К чему вы это написали, что у вас сын? Значит, вы хотели, наверное, какую-то информацию донести в данном счету. Было бы неплохо, если бы вы пояснили, какую информацию вы пытались донести. Потому что, например, лично я, ну, не очень, не очень понял, какую информацию вы вкладываете, а понять бы хотел. Вот. Ну, просто, чтобы дать вам адекватную обратную связь. Ну, вот. То есть, хорошо, есть сын. Некоторые мужчины могут к этому относиться позитивно, потому что у вас есть ребёнок. Некоторые мужчины могут воспринимать это спокойно и хорошо, что у вас есть ребёнок. А некоторые мужчины могут воспринимать это довольно болезненно, что у вас есть ребёнок. Ну потому что вот люди такие, характеры такие, все как бы разные, все люди разные здесь, ну к сожалению, вот так вот получается, знаешь, что к детям, ну вот, такое вот неоднозначное, неоднозначное отношение к детям, вот к сожалению вот так бывает, вот это печально, это грустно, это ужасно пару, ну вот, правда вот так случается, вот, и в общем и целом, да, в общем и целом, да, это действительно, вот так бывает, бывает такая штука, что вот, что вот, так относится к, значит, ну вот, к, к детям мужчины, вот, я не знаю, я не знаю, понимаете, я не знаю, может быть ваш, может быть ваш мужчина, он другой, может быть он не такой, может быть он детей любит, вот, но судя по тому, что он холостяк, судя по тому, что он холостяк, я бы вот спросил бы себя, да, ну как бы, если он холостяк, почему он должен, там, любить детей, вот, ну к примеру, как человек, вот, такая история, поэтому тут вот, я бы сказал, есть разные нюансы, и вы, как мне кажется, на эти вот нюансы, не обращайте внимания, а они важны, эти нюансы, потому что из этих нюансов, вполне вероятно, вполне вероятно, складываются в ваши отношения, вот. Дальше, изначально я искал серьезные отношения, но сегодня написал что-то, где не готов, и не получается у нас, ну, что значит искал серьезные отношения, несколько вот, тоже, такой, такой, я бы сказал, вопрос, что значит искал серьезные отношения, ну просто, серьезные отношения не ищут, их устраивают, вот, если человек именно ищет серьезные отношения, то он ищет не отношения, а он ищет что-то конкретное, и к человеку имеется в виду, к партнеру, отношения это имеет весьма весьма отдаленно, вот. Он искал серьезные отношения, а вы? Ну, наверное, тоже. Вы, наверное, тоже искали серьезные отношения, да? Но, знаете, в чем вопрос, вот. Что такое для вас серьезные отношения? Вот что это такое для вас? Вот. И может быть имело бы смысл задать вопрос, для чего вам серьезные отношения? Не в том смысле, что вам они не нужны, а в том смысле, что, может быть, вы лучше бы себя понимали тогда, и если бы смогли бы ответить себе на этот вопрос, для чего мне серьезные отношения? Вот. Ну, то есть, да, как бы, что я хочу от них, от серьезных отношений? Вот. Вот это мне мешало бы поисследовать здесь. Потому что момент важный, и момент такой неочевидный, как мне, кажется, достаточно проблематичный, вот, деликатный, потому что, ну, извините, как бы, да, 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 как бы, у вас складывается все не совсем так, как вы хотите, вот, ваш ребенок, вы встречаетесь с мужчиной холостиком 36 лет. Все это говорит о том, при условии, что вас, очевидно, и с отцом ребенком сложилось, все это говорит о том, что, вероятно, у вас есть трудности с построением отношений и смещениями принципа. Вот. Ну, как, 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 как мне кажется, то есть, понятно, что могу, я могу здесь ошибаться, могу, как бы быть, не прав. Вот. Вот. Но этот момент его нужно исследовать, в любом случае. Вот. Может быть, у вас конфликты какие-то, конфликты какие-то есть внутренние, может быть, страх какие есть, может, желание какие есть, может быть, противоречия какие-то есть у вас. Понимаете? Вот. А вы их, как бы, вот, отношениями пытаетесь компенсировать, а это, ну, не всегда хорошо, как бы, именно для, вот, самих отношений. Вот. И в итоге, в итоге, вот, появляются такие вот сложности. Вот здесь. Ну, на мой взгляд, опять же, повторюсь. Дальше. А, он сегодня написал, все-таки не получается у нас, это, значит, слонили, чтобы оба продали трубку, чтобы было, вроде, все чудесно, но когда мы вместе с Ильяном тоже понимали, что у них история слабых стратей все было. Так, а, как бы, и что. В последнее время, я очень много думал, и надо ли ему это все это правда. Это правда. Наследится история про то, что человек холостяк. Вот это вот ключевой момент, о котором вы как-то забываете. что мужчина холостяк, холостяк 36 лет. Вот. Почему сразу сейчас он должен менять что-то в своей жизни. Да, мы с вами хорошо. Нас трасть, любовь, все это нужно. Но более серьезных отношений человек не хочет. Такой у него, вот, стиль жизни. Ну, понятно, что, по-разному, к этому можно относиться. Но, действительно, вопрос. Нужно ли мы все, может ли он дать вам вот то, что, вот, вы бы хотели, например. Вот. Это, ну, на мой взгляд, более чем важный момент, более объект. Вот. Ну, мне пока кажется, повторюсь. Да? Дальше. Так, также, не включая дверьмена через несколько мест и опять спичимся и опять что-нибудь закрутится. Ну, потому что это человек, который не выстраивает серьезные, регулярные, э, отношения, вот. Это человек, у которого вот такие отношения, такого типа, когда он может там через какое-то время написать. Такие отношения его устраивают. А другое, 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 типо, типо отношения. Нет? Другое типо отношения его не устраивает. Вот. Так это, опять же, вопрос. Вы на что надеетесь? Вы говорите, что вернуть. А что именно вернуть? Такое ощущение, что вы хотите вернуть, знаете, ну, у меня такое ощущение, да, вот. У меня такое чувство, что вы хотите вернуть, как бы так сказать, надежду. Вот. У меня такое ощущение. У меня такое чувство, что вы хотите вернуть надежду. Что он хочет с вами серьезных, ну, серьезных отношений. Вот. Так это выглядит. По крайней мере, вот, ну, для меня так это выглядит. Да? Вот. То есть, я не, как бы, я не претендую на истину здесь, сразу говорю, но выглядит все вот таким образом. Вот. Вот. Вас устраивает, что он вот так вот сказал? Через неделю возвращаясь с командировкой, сказал, что панделька обязательно нужно увидеться и поговорить. О чем? Ну, то есть, о чем поговорить? По-моему, человек все вот, как бы, ну, предельно ясно, что человек писал, предельно ясно, что человек рассказал. Вот. Вы так, вы так не считаете? Вот. Сам. Сам. Вы сами не считаете, что все предельно ясно? Вот. Потому что, если нет, если вы так не считаете, то, ну, вам нужно продолжать отношения в таком случае, как бы. Вот. Дальше. Если шанс вернуть все, что именно вернуть? Каким образом, каким поведением, как вы на эти отношения решите проблемы найти? А какие проблемы? Ну, то есть, опять же, вот, понимаете, вопрос, а какие проблемы? Какие у вас с ним проблемы, если он просто не хочет, ну, вот, быть в серьезных отношениях? Какие проблемы? Какие у вас проблемы, проблемы? Вот. Ну, наверное, наверное, кроме только того, что вы, вот, вероятно, вероятно, может быть, боитесь его потерять. Вот. Может быть, боитесь достаться нах? Может быть. Дальше. Это как бы, вот, вопрос, который, ну, мне кажется, вам, вот, надо бы себе задать здесь. Здесь. Это вопрос, вот, именно, ну, именно такой вопрос. Я-то чего хочу? Как бы. Вот. Вот. Мне-то, вот, что, что нужно? Понимаете? Вот. Ну, на это нужно, на это нужно, на это нужно поискать ответ. Вот. 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 В этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что я дал вам, ну, вот, плюс-минус, плюс-минус, пищу, пищу для размышлений. Вот. Надеюсь, что вам будет о чем подумать и поразмыслить. Вот. Надеюсь, что вы примите верное решение, решение относительно того, как действовать вам. Больше я бы, вот, наверное, ну, поработал бы именно вот в контексте того, чтобы разобраться вам в себе. Вот. То есть я бы здесь, ну, я бы здесь поработал бы именно вот в контексте того, чтобы вам поисследовать именно свои реакции, вот, свои чувства, да, и свои эмоции, свои переживания какие-то. Вот. Чтобы можно было бы, ну, уже о чем-то говорить. Вот. Потому что, ну, по сути, вы за двоих, как бы спрашиваете, по сути, вы за двоих уже, ну, пытаетесь сейчас, ну, что-то решить, ну, вот. У вас же не двоих, вы одна, и мне кажется, что психолог может вам, ну, если помочь вам, да, то помочь может только вам, вот. Не может и не должен психолог помогать и молодому человеку тоже. Ну, тем более, что он не обращался. Поэтому постарайтесь выделить со своей проблемой, вот. И именно в это определить, что это за проблема. То есть, ну, вот, какие, какие это проблемы. Вот. Самое, что, сейчас, пока, лично у меня весьма расплывчато, в том числе предоставлено, а там, вот, стоит лава целых проблем. Ну, помимо только того, что, вот. Вы можете, ну, славяки потерять, ну, премьер. Ну, да, вы можете, вот, славяки потерять это, это, это правда. Вот. Вы можете, там, ну, условно говоря, это вот, без, ну, без человека остаться. Да, да, вы можете, да, вы можете остаться без человека, это правда. Вот. Он может уйти от вас, в смысле, даже не от вас, а просто уйти. Да, это тоже правда. Ну, вопрос, мне кажется, здесь больше про то, вопрос здесь больше про то, отдаете ли вы себе сам отчет в том, с кем вы, ну, с кем вы взаимодействуете. Вот. Представляете ли вы себе сам отчет в том, вот, что за, там, человек перед вами, грубо говоря. Вот. И чего от него, там, условно, можно, ну, ждать, ожидать и так далее. Вот. Вот. Это очень важная история. Как мне кажется. Вот. Понимаете, да? Что я хочу сказать вам. Вот. На этом, наверное, давайте закончим мой ответ. Я надеюсь, что вам это было. полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Вот. Надеюсь, что вы выберете себе психотерапевта, надеюсь, что вы выберете себе психолога и начнете с ним работу, именно вот, по выправлению своих трудностей, по обретению, так скажем, гармонии, которая вам, именно вам нужна и которую именно вы пытаетесь, ну, на мой взгляд, получить, да? Ну вот. Это, это, кстати, абсолютно нормально, что вы пытаетесь это сделать. Абсолютная норма, что вы пытаетесь, как бы, ну, вот, гармонию обрести. Вот. Просто, тут, ну, вот, те способы, да, которые, вот, ну, вероятно, вы используете те способы, вот, они немножко, вот, ну, как бы, ну, не совсем соответствуют вот целям, которые вы хотите достичь. Вот. Вот. Ну, в этом ничего удивительного, на мой взгляд, нет. Вот. Потому что, вполне вероятно, ну, вы вполне можете, как бы, и не знать об этом. Вот. Не знать об этом, как действовать и вообще. Вот. Вот. Удачи вам, всего самого доброго.